Здравствуйте! В конце 2014 года на очередной отчетно-выборной конференции Архангельского отделения Союза журналистов России новым председателем организации единогласно был избран журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор студии «Поморфильм» Владимир Лойтер. «В нашем обществе информация — это товар, и надо сделать его качественным», сказал Владимир Яковлевич своим коллегам. «Каким образом новый председатель намерен осуществлять эти задачи, расскажет он сам». Здравствуйте, Владимир Яковлевич! Здравствуйте, Тамара Александровна! А вот давайте я еще позволю процитировать вас. «Союз должен помогать журналистам и защищать их, ведь не будет нас, не будет информации». Вот начались информации. В той информации, которую вы сейчас дали, кралась ошибка. Не единогласно я был избран, и против меня проголосовало, по-моему, 5 или 6 человек. Так что не все так благостно, так сказать, в отношении, скажем, моей фигуры, как этого хотелось. Но это, в общем, в принципе, нормальное явление. Это даже хорошо, да? Потому что в любой творческой организации, вообще в любой организации, когда тебе есть оппонирующая сторона, это значит, надо задуматься о том, что ты не такой уж, да, все знающий, все понимающий. Да, ну вот ближе к информации, к Союзу. Поэтому все, что касается этих вещей, это правильно. Потому что если нет конкуренции, если нет различных точек зрения, то это практически умирающая организация. То есть можно поставить крест, да? Потому что, когда мнение одного человека превалирует, так сказать, бывает иногда, да, бывает, что личность настолько мощная, да, и настолько убедительная, что противоречит... Или надо воспитать себя себе подобно, да? А, кстати, смотрите, сейчас появилось достаточно много вот таких как раз неоднозначных фигур, каких-то событий. Ну, я говорю, прежде всего, там, вот о последних лентах в киноискусстве, да? Конечно, конечно. И, вы знаете, общество прям делится на... Да, если мы говорим вообще, если мы говорим о значении вообще творческих союзов, да, в любом случае нам надо об этом поговорить с вами, поэтому... Да, Союз журналистов — это одно из старейших, да, организаций, творческих организаций, во всяком случае, и в советском пространстве, и в постсоветском пространстве. И вот, и Союз сохранил вот свое единство, и не распался, как распались очень многие творческие союзы. И если мы вспоминаем 90-е годы, 80-е годы, к которым еще сегодня не очень однозначно относятся, то, ну, не главную, но очень большую роль вот в реорганизации, в перестроечный период как раз сыграли творческие союзы. Это и союз кинематографистов, и союз писателей, и союз театриарных деятелей, то есть они вышли на первый, на брустер, да, вот этих вот перемен, которые происходили, интеллектуальных перемен. И не только интеллектуальных перемен, которые происходили в нашей стране. Почему? Потому что, как бы мы ни относились к любому труду, он благороден любой труд, но эти люди обладали тем интеллектуальным ресурсом, который позволял и позволяет до сегодняшнего дня им перерабатывать информацию и предоставлять обществу разные точки зрения. Что очень важно, да, потому что мы знаем с вами, вы более молодой человек, чем я, вот, но мы знаем, что такое единодушие, да, что когда превалирует одна точка зрения, к чему это приводит. Поэтому профессиональные творческие союзы, они очень нужны, и не только творческие союзы, ведь всегда человек себя чувствует комфортно среди себе подобного, да. И в союз машиностроителей, и в союз шахтеров, то есть все профессиональные союзы, они нужны, да, потому что человек может не только там обвиняться в какие-то точки зрения, но и понять, что подобный тебе человек поймет, о чем ты говоришь, о тех проблемах, которые стоят в обществе. Но в отличие, скажем, от таких профессиональных союзов, где четко определены задачи, да, профсоюзы, да, это защита прав, прав члена профсоюза, то творческие союзы, к сожалению, им приходится совмещать и эту функцию защиты, да, хотя они не имеют никаких правовых норм на это дело, и создавать ту площадку, где можно обмениваться новыми информационными интеллектуальными ресурсами, да. Поэтому союз театральных деятелей, это всегда обмен, да, мнение, это новая режиссура, новая драматургия, все, что это обсуждается, это консервативно. Ну вот вы заговорили об этом, об этом фильме «Знезвятница о Левиафане», и что, и всегда любой, а что вы помните, какой был, какой был грандиозный шок был в обществе, когда был, да, значит, этот фильм, который привел в шок, и того же Распутине, да, Агония, и тот же фильм, а, господи, выскочил из головы, ну, прообраз Берии, это сказать, то, что про грузинский кинематограф, который показал, конечно, потому что тот интеллектуальный запас, который в себе выращивает художник, и он воплескивает в это общество, поэтому и общество заинтересовано в таких интеллектуальных продуктах. Это же касается и Союза журналистов, да, потому что, вот вы сейчас сказали, да, я профессиональный человек, да, я закончил факультет журналистики Ленинградской, я сознательно пришел в эту профессию, и за эти годы, которые работают в журналистике, и, ну, в большей степени, конечно, телевизионной журналистике, чем печатной, но и знаю, так сказать, и законы, журналистика — это наука, и там законы действуют, как в любой другой отрасли, но мы не будем вдаваться в эти подробности. Но я знаю, что факт священник, да, и наша с вами, и наша задача журналистов — защитить этот факт, вот, интерпретировать его вы можете с точки зрения, факт нельзя интерпретировать, вот мы с вами сидим, вот, разговариваем, и это факт, да, и он зафиксирует, зритель будет судить, правильно мы, о чем мы разговариваем, но тот факт, что мы с вами сидим сегодня в студии разговариваем, это факт. Да, но вы говорите о защите, а что, вот, в последнее время с этим были проблемы? Да, сегодня иногда, зачастую, журналистика берет функцию интерпретатора факта, то есть мы берем на себя ту функцию, которой мы не имеем права, это публицистика, это другая сторона журналистики, это берется факт, и он рассматривается с разных точек зрения. И мы, и зритель, читатель, радиослушатель, может принять одну точку зрения, или другую точку зрения, но сам факт совершения событий, которое произошло, его нельзя изменить. А у Союза, кстати, вот поменялись какие-то, я не знаю, критерии, какие-то фундаментальные понятия? К счастью, нашему счастью, что за все эти годы Союз журналистов защищает, защищал и защищает именно вот это, свое пребывание в этом гражданском обществе. Потому что журналистика, как и другой, еще раз говорю, любой интеллектуальный рисун берет на себя обязанности формировать это гражданское общество. И поэтому гражданское общество заинтересовано в развитии этих творческих союзов. Потому что если мы уйдем с этой арены, да, и оставим ее только вот политикам, скажем, да, бизнесу, политикам, я не знаю, там, финансовому какому-то сектору, и мы уйдем отсюда, то я не думаю, что общество от этого выгодит, оно пострадает. А как же тогда сочетаются понятия товара, да, и вот таких демократических основ? Мы многие годы, когда, да, вот чем отличается, скажем, страна, Советский Союз от сегодняшней России? Потому что, да, мы вступили в рыночную. Если мы там стыдливо тогда скрывали, что товарно-денежные отношения существуют, хотя и в политэкономике социализма никто от Марсовского это все не отменял ее. Только там другие, там функцию товара, этих отношений взяло на себя государство, да, и оно регулировало все эти, да, оно поддерживало. И оно выделяло средства для развития, там, скажем, строительства атомной подводной лодки или издания районных газет. Она взяла на себя эти функции, и поэтому вот эти вот рыночный товар и покупатель, оно было, так сказать, в этих сферах, оно было, так скажем, не уничтожено, оно было снивелировано. Когда мы себя объявили, мы вошли в рынок и сказал, что каждый товар, физик, так сказать, материальный или интеллектуальный, он становится товаром, он для потребителя, да, и потребитель его должен приобрести, да, но за этот товар он должен заплатить. Почему я вам говорю? Вот мы с вами сидим сейчас в Тодзии, да, но кто бывал, так сказать, на телевидении, то знает, насколько это сложно, да, стоят телевизионные камеры, насколько, вот эти 20 или сколько минут мы с вами заплатили, насколько они затратны для любого собственника, будь то собственник государства или будь это собственник, да, в том понимании частный собственник. Поэтому и потреблять, да, могут сказать, ну вот мы подключились под канал АТК, мы платим за, так сказать, это ЦАМа, и это, нет, вы компенсируете технические затраты за передачу сигнала. Но у нас с вами интеллектуальный труд, нам наш потребитель... А кого вы хотите увидеть на экране, да? Да, он не оплатил, да, или кого-то там, да, Иванова, Петрова, Сидорова, или кого-то, вы нам, или вы можете заказать. Внутри потребуете, да? Да, внутри, но вы хотели бы, чтобы, да, и чем интереснее будет этот интеллектуальный продукт, тем он, так сказать, конечно, и собственник любой, и еще раз государство как собственник, и частный собственник заинтересован, чтобы к этому продукту, к вашему каналу подключалось как можно, как можно больше. Но тогда должны будут делаться интересные передачи. Говорят, там, федеральные каналы и провинциональные каналы, нет такого понятия. Есть количество... Да, канал, первый канал, или Россия-1, или все федеральные каналы могут себе позволить делать. Мы тоже, у нас, мы не такие убогие, чтобы нам не сделать любое шоу, да? Я думаю, что если мы сегодня обратимся к интеллектуалам нашего, на нашей области, мы бы сделали неплохие бы программы такого же уровня, да? И ток-шоу, и развлекательная программа. Но это миллионы, миллионы, каждая такая программа стоит не для рублей, а миллионы долларов. И это надо окупить. Да, окупается за счет рекламы. Там из разных источников. Но и читатель, и зритель, и радиослушатель должен понять, что этот товар, и чем он будет разнообразнее, чем будет он интереснее, тем больше это будет интересно. И хочешь получить свой товар, вкладывайся в нее. Союз журналистов в данном случае, он был здесь и должен остаться той площадкой, где должны обсуждаться эти вопросы. Это та тема, на которой могут участвовать и профессиональные журналисты. Или сегодня, на сегодняшнем языке, все те, для кого вот эта сфера деятельности, ну, сначала это было на белой бумаге, сегодня теперь этот компьютер, или это любой и другой такой, да, жесть, да, то есть не так, как именно, да, на котором вы производите, на своем блоге распространяете свою или какую-то чужую информацию. Это затраты, это интеллектуальный труд, да, и вы его потребляете. Но мы, вот почему нужен союз, творческий союз, это место, где мы можем обмениваться, да, всеми теми новыми веяниями и техническими, и, самое главное, интеллектуальными, где, да, это профессиональные площадки. Ну, вот согласитесь, что у нас союзов достаточно много, да, вот в спорт как-то пытаются вкладываться, спортсменов, в общем-то, как-то достаточно пытаются финансировать, а у нас ведь там театральные деятели, писатели, художники, всем надо доказывать, что ты состоятелен, да, это гранты там и так далее, есть стипендии, однако же никто тебе просто так денег не дает. В общем, все правильно, да, значит, что такое, да, грандодатели, мы с вами с этим сталкиваемся, и мы зависим все от грандодателей. То есть интеллектуальный ресурс не востребован. Да, грандодателями могут выступать, и, как правило, выступает государство в связи с этим новым законом, который избрали по НКО, и практически сегодня зарубежный грандодатель практически ушел из этой сферы, и государство пытается, так сказать, заменить, хотя я считаю, что это одно из самых старых, если культурно выражаться, из самых странных законов, которые были приняты за последнее время, связаны, конечно, с интеллектуальным пространством. Поэтому вот этот вакуум должен заполнить потребитель, еще к которому возвращаются. Мне казалось бы, что сегодня должны быть выработаны приоритеты, да. Архангельская область доказала вот в этом большом информационном пространстве за последние годы. К сожалению, мы ушли из этого федерального и зарубежного пространства. Почему? Потому что у нас не хватает вот этого материального ресурса, через который бы мы могли послать вот все то, что мы имеем, послать за пределы Архангельской области. И даже в пределах Архангельской области мы ограничены в этом производстве. Поэтому, конечно, если мы говорим о гражданском обществе, да, еще раз, о взаимоотношениях, да, потребителя и производителя, в данном случае интеллектуального труда, то мне бы казалось, что существует много фондов, да, и фонды доказали свое реальное, реальное, не только существование, да, а реальное влияние, которое на оказывается. Ну, даже то, что происходит с инвалидами, с детьми, когда общество откликается на все вот эти, да, призывы, да, или криках о помощи. Но если давайте, и мы тогда крикнем, да, и мы тогда можем крикнуть, сказать, ребята, если вы хотите сохранить все то, что происходит сегодня здесь на территории, я имею в виду, мы можем. Вы знаете, когда выезжаете, я не знаю, как вы, но когда я встречаюсь со своими друзьями, ну, приятелями, знакомыми, выезжая, там, в Москву, в Питер, за границу, что, а что, значит, чем ассоциируется Архангельская область и Архангельская? Архангельская область и Тессаловки, это понятно, да, потому что настолько раскручено это понятно. И, как ни странно, наш бывший мэр Александр Донской. Потому что он выскочив за пределы, бредовые совершенно идеи какой-то, создание этой партии, да, так сказать, я даже забыл, как она называется, существует ли она, да. Но в этом противопостоянии, когда он решился, да, вот выдвинуть себя, значит, на, так сказать, стать на пост президента, парень, какой-то парень из Архангельска, да, вдруг решился, но, понимаете, и это, и это осталось в сознании не только жителей Архангельска, Архангельского... Ну, нам-то не хотелось, чтобы нас, в общем-то, ассоциировали только с такими личностями. А если мы, а если говорить, я, это шутка, да, а если говорить серьезно, за эти годы Архангельск изгазал себя, как интеллектуальная столица Севера, я не боюсь это сказать, я не беру Питер, Питер и Москва, это совершенно разные государства, со своими, так сказать, законами, принципами жизни и возможностями, да, мы говорим вот о Северо-Западе в целом, да, то я могу, я могу об этом говорить, всегда об этом говорить, если сравнивать Мурманскую область, Карелию, Коми-Республику, у нас интеллектуальный запас, и то, что наработано за эти годы на порядок, не потому, что они там плохие, а мы хорошие, нет, потому что исторически так сложилось, что вот это, потому что на территории Архангельской области расположены научно-образовательные и культурные центры, они веками так сложились, веками так сложились, и нам грех разбрасываться таким ресурсом, смотрите за эти годы, фестиваль, уличный театр, как бы не относились к этому, но это бренд Архангельской области, и театр, молодежный театр Панова знает и в стране, не только в Архангельской области, но практически те, кто интересуется этим видом искусства, знают, что такое фестиваль Панова, уличный, дальше в свое время похвала Органу, казалось бы, ну что такое там Орган, но это первый Орган, который появился вообще на Северо-Западе, еще раз говорю, после Питера, насколько, какая мощная писательская организация, в конце концов, те фестивали, которые мы проводим с вами, это тоже, да, из маленького такого, ну скажем, грубо говоря, местечкового фестиваля, да, он сатановится на данном деле. Дальше идем, мы заявляем себя как столица Арктики, и это заслужено, это исторически, не потому что мы хотели бы, да, у кого-то, у кого-то перехватить эту инициативу, да, исторически так сложилось, что отсюда поморское, поморское, так сказать, освоение Арктики шло из этих берегов, хотя, конечно, и Терский берег, ну это все принадлежало. Для того, чтобы это все-таки жило и устоялось, и не только мы бы об этом говорили, почему нас не знают, да, и обижались, все-таки, вы считаете, наобъединять интеллектуальные ресурсы? Да, 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 поэтому мне бы хотелось, да, ну, во-первых, мне хотелось бы обратиться к своим коллегам, и я это сделаю, и, так сказать, сегодня я просто говорю это публично, чтобы мы вместе сгруппировались, да, Игорь и Союз Театральных Детей. Вы считаете, это возможно? Это да, я считаю, это возможно, мы все друг друга хорошо знаем, это же не то, что люди, люди с Луны или с Марса прилетели, мы рядом друг с другом, мы вместе проводим различные, да, они приглашают нас на свои, так сказать, акции, мы на свои, мы так или иначе, мы завязаны по повинной, мы не можем развивать, единственное, что мы выработать должны тот интеллектуальный продукт, еще раз возвращаясь к этому, и предложить его обществу совместно, поэтому мы должны объединиться. Мне бы хотелось, чтобы вот в этом объединенном варианте был создан и фонд поддержки информационно-интеллектуальных, скажем, начинаний или то, что есть, которого поддержало наше общество. Здесь как раз союз может стать. Это да, но мы как модераторы, да, но это объединенно, а что, а да, но ведь мы не только, можно только с творческими союзами, а что, деловая Россия, да, или бизнес-структуры, союз архитектора, союз машиностроителей, РСПП, они что, не заинтересованы вот в этом единении, чтобы вывести наш регион на тот уровень, которым он достоин. Но размазывание вот этих ресурсов, вот вы заговорили о воднике, конечно, очень хорошо, но мы ведь знаем, кто поддерживает водник, да, что инициатива губернатора, подписав договор с Лукоилом, сегодня он имеет материальную поддержку, не знаю, удовлетворяет ли он, так сказать, запросам своими играми, это уже другой вопрос, но это поддержка, но почему только в спорте, а что, а интеллектуально это самое, это менее важно, скажем, да, и менее, а что фестиваль, по фестивале, который мы проводим, по сбору, приходу на эти фестивали людей уступает болельщикам водника, которые приходят на стадион, это все относится... — Примеры по России ведь есть такие, да, да, вот эта коммуляция идет? — Есть, есть, есть примеры Амурской осени, да, о которой мы говорим, где, где, естественно, где заинтересно, ну, мы с вами знаем по Мурманску, мы знаем по это самое, мы знаем все те, не только те фестивали, о которых мы говорим, то, да, там, да, там аккумулируются все эти интеллектуальные и финансовые ресурсы. — Чема инициатива должна быть, Владимир Владимирович? — Опять ждем, опять ждем, если даже власти... — Нас должна поддержать общество или не должна? Я понимаю, что это не интерактивное вещание, у нас непрямой эфир, но, честно говоря, если вы имеете какую-то обратную связь, мне бы хотелось бы допроситься к нашим, так сказать, потенциальным, ну, не потенциальным, реальным, в данном случае, зрителям, и спросить у них, они бы вот поддержали, они бы готовы отдать свои 100 рублей, да, нести в этот фонд, я условно говорю, да, вот, в Архангельской области живет 1 миллион, сейчас, по-моему, 200 тысяч человек, да. — Вот, кстати, да, вы заговорили, что случается беда, ведь вот достаточно быстро мы откликаемся, то есть... — Да, да, и откликаемся, а мы в данном случае говорим, ребята, поддержите нас, потому что мы не государственные структуры, да, мы и государству, у нас нельзя говорить о том, что государство, так сказать, отсатнулось от нас и... Нет, нет, ну, государства слишком много обязательств, и оно должно заботиться об инвалидах, детях, так сказать, о строительстве, переходах, и мы это все прекрасно понимаем, да, но если вы заинтересованы в нас, да, то вы, и мы, я, и мы, и союз журналистов в данном случае, как модератор может выступить, если нас поддержат, скажем... — Вот мы такую инициативу тоже поддержим, и я обращаю, что пишите нам на электронный адрес инфособакапс29.ру. Посмотрим. — Да, я, мне бы хотел, мне просто хотелось, во-первых, не то, что я там убедитель, а есть ли потребность общества именно в создании, при том, что мы сможем, ведь в нашем, в нашем области очень много людей знаковых и авторитетных, да, моральных авторитетных людей. Не нам с вами надо возглавлять этот фонд, да, это должен быть общественный, контролируемый фонд, президентом или председателем этого фонда, должен быть моральный авторитет. Я могу назвать таких людей? Это Александр Павлович Рехачев, известнейший хирург, да, профессор, чистейший кристаллим. Это Татьяна Подьякова, да, бывший главный врач. То есть у нас Павел Николаевич Балахшин, то есть, понимаете, есть очень, Барашков, тот же Юрий Анатольевич, есть моральные авторитеты, которые бы позволили бы, да, под их им создать вот такой фонд, и он бы контролировал сообщество. Спасибо большое, да, к сожалению, конечно, можно с вами говорить время. Но это больная тема для меня, не только для меня, я так думаю. Ну, мы встретимся, посмотрим, если будут отклики, да, еще раз переговорим, уже более конкретно, может быть, не вдвоем, а уже расширим наших участников. И в конце небольшой блиц, согласны? Ну, давай. За столько лет работы в журналистике, особенно в телевизионной журналистике, вы наверняка сформулировали для себя, что такое миссия журналиста. Ну, я точно знаю, я лично этому придерживаюсь. Это колоссальная ответственность за то, что будет после тебя. Потому что как мы зафиксируем то, что мы, еще раз, если исходить из того, что факт священный, через наш газетный материал или журнальный материал, через наш репортаж телевизионный или родины, мы зафиксируем, а нас об этом обществе, да, об этом времени будет судить наш поток. Потому что она лежит на нас очень большая ответственность. Что вас вдохновляет на новые проекты и идеи? Ну, понимаете, это тоже профессия, потому что так сложилось. Профессия, которая дает возможность анализировать, да. И в этом потоке информации, к которому приходим, там очень много жемчужин, понимаете? Вот эти жемчужины, они просто вываливаются, да. И грех пройти мимо них. Поэтому, может быть, это бредовая идея. Даже то, о чем я вам говорил. Но мне кажется, что они могут быть востребованы и общая. Вы ведь не коренной Архангел-Огородец, да, и вы приехали на Север. Ну, очень трудно говорить. Из тех лет, которые я прожил, большую часть уже прожил. Я знаю, что вы гордитесь тем, что вы живете на Севере. Особо никогда уехать. И не жалеете, что вы здесь остались после Ленинградского университета. Я рад судьбе, да. А есть места, где вы не бывали в Архангельской области, а хотелось бы? Нет таких мест. Ну, я имею в виду, что не поставили, но нет таких мест. Я вообще... Ну, я сейчас так вот себе думаю. Я вот от Зефеи до... Ну, нет такого района в Архангельском области бы я не был. Люди, как правило, меняются под действием того общественного строя, в котором живут, сказал гуманист, миротворец Али Абширони. С вами произошли такие мотивации? Нет, ничего человек не меняется. Он приспосабливается так. Но это самое... Человек рожден... Я могу судить и по своим родственникам, я имею со стороны жены, да. Если мы говорим об этом регионе, да, я свое... Ничего там не изменил. Приспосабливаются, да. Достаточно умные люди, умеющие выживать в сложнейшем... Такова природа, Север. Вы пережили несколько строков, да? Да, я пережил свои... Вы не поменялись? Не, абсолютно. Нет, нет. Я те критерии жизненные, которые... Другое дело. По форме существования, да. Меня называли и мои коллеги, и приспособленцами, и паркетным журналистом, и все это угодно. Но это форма, и если они возьмут мои работы, если серьезно они займутся моим... Ну, я творчеством, журналистикой трудно... Но, в всяком случае, те работы, которые я делал, мне не стыдно, нельзя... Да, нигде не было прогиба. Ни когда я работал с первыми секретарями обкома, нигде. Да, тех обстоятельств, которые я выбирал, то, что нужно было, и я знал, что это будет востребовано и заказчикам по тем временам, да, и потребителям, в данном случае, зрителям. Поэтому у меня совесть чистая, это честно. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Разговор о журналистике и гражданском обществе шел с Владимиром Лойтером, председателем Архангельского Союза журналистов России, заслуженным работникам и культуры Российской Федерации. Здоровое общество перенесет даже нездоровую критику, метко заметил Питан Жарко, славянский писатель и афорист. Так что, за здоровье, вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова